привет всем спасибо что заглянули на канал сегодня я спустя такой долгий прерыв общения и решила записать новое видео для того чтобы поделиться с вами одной очень интересной новогодней идеей мы будем делать с вами камин вы спросите зачем ведь у тебя уже есть видео по созданию камина которое посмотрело более 400 тысяч человек но к сожалению этот камин у меня украли когда я убиралась и поставила его на личную площадку на время какой-то мой добрый сосед его себе забрал а я увлеклась фотографией очень серьезно и хотела создавать вот такие теплые уютные кадры прямо у себя дома не бронируя никаких студий поэтому мне был нужен новый камин самое приятное то что этот камин делается намного проще быстрее легче и дешевле поэтому если вас эта идея заинтересовала то обязательно досматривать этот ролик до конца и так материалы которые нам понадобятся я закупалась на сайте леруа мерлен и цена указана декабрь 19 года в санкт-петербурге пенополистирол в количестве двух либо трех листов дальше поймете почему вот такой клей для потолочных изделий он очень хороший и цена максимально приятно им склеивается пенопласт и картон клей пва я его не покупала потому что он у меня был и потолочные плинтуса один за 17 рублей и 3 за 570 также нам понадобится канцелярский нож линейки карандаши и бумага а4 перейдем к чертежам и остановлюсь здесь подробно перед вами лист пенопласта размером 60 на 120 сантиметров и первое что надо сделать это отмерить 20 сантиметров прочертить вертикальную черту дальше отмеряете вверх 60 сантиметров 40 и вот красным показана тот деталь который мы будем вырезать для лицевой части мы ничего не выбрасываем поэтому оставшиеся кусочки понадобятся для боковых частей и 2 лист пенопласта здесь мы отмеряем все по 20 сантиметров берем куски размером 20 на 100 сантиметров также здесь не показана крышка камина но ее можно сделать либо из пенопласта тогда вы задействуете третий лист пенопласта либо из картона как сделала я издала просто третий лист обратно магазин я нашла кусок картона вырезала прямоугольник размером 20 на 80 сантиметров и прикрепила его к верхней части камина сделав небольшие подпорки перейдем к сборке камина беру обыкновенный канцелярский нож и доску для того чтобы не повредить пол и вырезаю то что я нарисовала пенопласта достаточно сильно крошится поэтому приготовьтесь к тому что будет грязно в комнате где вы работаете вот эта первая часть лицевой стороны буквой г и вторая лицевая часть после этого я их соединю и начинаю скреплять здесь можно использовать клей пва клей для потолочных изделий и малярный скотч я склеивала сначала клеем пва но на самом деле лучше брать вот этот дешевый клей для потолочных изделий просто можете купить две баночки и их вам хватит за глаза дополнительно я скрепляла конструкцию малярной лентой который мне тоже была после того как я склеила лицевую часть и оставляю где-то на час сохнуть и начинаю вырезать остальные детали начинаю приклеить боковые части к лицевой и здесь нужно их чем-нибудь подпирать потому что края пенопласта получаются достаточно неровными и склеиваются тяжело поэтому дополнительно все проклею малярной лентой погружу на них небольшие груза и оставлю сохнуть примерно на два часа после чего конструкция становится очень устойчивый и хорошо скрепленный что касается задней части нашей топки где у нас будет располагаться и кирпичная обкладка то вы тоже можете сделать ее из пенопласта тогда вам опять-таки пригодится третий лист но я ее сделала из картона при этом у меня не было цельной части я склеила куски и вот так у меня получилось и в итоговом варианте сверху выглядит камин следующим образом это еще вариант без крышки нам необходимо оформить внешнюю часть камина если прошлый камин я весь обклеила кирпичами то здесь мне не было времени поэтому я взяла обыкновенные листы а4 белые смазывала их клеем пва и вот таким образом обклеила весь камин после высыхания клей пва очень хорошо стягивает бумагу она становится совершенно ровной поэтому не бойтесь что будут появляться какие-то волны которые сейчас есть все потом натянется и будет выглядеть идеально ровно как будто бы вы его побелели поэтому вам и не понадобится краска что значительно удешевляет вот такой вариант камин после этого я взяла картон который у меня валялся остался и разметила здесь кирпичиками размером 5 на 10 сантиметров вырезала их закруглив края и начинаю выкладывать эти кирпичики на нашу имитацию топки делаю это в шахматном порядке мою топку помещается два с половиной кирпичика и вот смотрите каким образом нужно их раскладывать чтобы это выглядело гармонично красиво практически весь камин готов и я беру наши потолочные плинтуса и начинаю вырезать вот таким образом я их вырезала и прикрепила рисунок может быть абсолютно любой посмотрите внимательно сделайте паузу если хотите повторить такой как у меня после этого я взяла обычную гуашь у ребенка белую и покрасила кирпичи добавила к белилам чуть-чуть черной краски для того чтобы получить серый цвет и прокрасила стыки а и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok